В России реализуется национальный проект производительность труда, который направлен на достижение национальной цели, достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство. На 200 предприятиях участников нацпроекта, начавших работу еще на пилотной стадии программы, добавленная стоимость выросла на 32%. При этом показатели эффективности за время участия в проекте выросли до 36%. Сократились запасы незавершенного производства до 39%. А также на 39% сократилось время производства продукта. Сейчас в национальном проекте принимает участие более 2300 предприятий и одной из них – новосибирская компания «С-2 Групп». Подробнее о проекте мы поговорим с генеральным директором компании Натальей Ощепковой. Мы долго и осознанно принимали это решение. Наша компания на протяжении последних лет претерпевала очень много изменений, очень многое мы делали сами, но в какой-то момент поняли, что нам нужна помощь и поддержка. И в этот момент мы как раз узнали об этом проекте, ну и с радостью приняли в нем участие. Какие направления проекта для вас более актуальны сегодня? Этот проект предполагает очень много направлений развития. Это и повышение производительности труда, и обучение, обучение по развитию экспорта, так называемый экспортный акселератор, обучение по программе лидера производительности, которые позволяют повысить уровень квалификации и компетенции наших сотрудников. Нам интересно все, мы участвуем во всем. Насколько успешно, на ваш взгляд, сегодня в России реализуются программы импортозамещения? И вот проект производительности труда, может ли он каким-то образом помочь реализации? Ничего не происходит быстро. Программа импортозамещения, она, конечно, есть. Многие предприятия в нем участвуют и добились определенного прогресса, но до совершенства еще далеко. И поэтому, конечно, та программа, которая сейчас правительством Российской Федерации внедряется активно, она должна нам помочь. Например, мы выпускаем высокопроизводительный утеплитель «Слайтекс». И в какой-то мере свою лепту в программу импортозамещения этот утеплитель уже внес. То есть на каком-то этапе мы смогли заменить достаточно известные иностранные марки. Самый известный, наверное, «Тинстули». С другой стороны, у нас есть производство постельных принадлежностей. Это производство достаточно уже известно. Есть известные торговые марки, ну, например, «Санатера», которую мы поставляем во многие федеральные сети в России. Но мы бы, конечно, хотели бы повысить свою эффективность работы, производительность труда для того, чтобы наш продукт стал еще более конкурентоспособным. И мы могли бы выходить в том числе и на зарубежные рынки. Компания «С-2 Групп» – это предприятие полного цикла, конечная продукция которого сегодня широко представлена на полках торговых сетей и маркетплейсов компаний-партнеров. Один из самых важных процессов в жизни человека – это восстановление энергии организма. Способствует этому, конечно же, хороший здоровый сон, благодаря в том числе и комфортным постельным принадлежностям. Постельные принадлежности «Санатера» представлены в 16 коллекциях с различными типами наполнителей – растительными, бамбук-эвкалипт, высокотехнологичным синтетическим волокном, шерстяными наполнителями овечья шерсть, верблюжьей шерсть и, конечно же, традиционными пух-перо. Благодаря тому, что компания использует высокотехнологичный утеплитель собственного производства, вся ее продукция легкая, теплая, воздушная и воздухопроницаемая, а смесовая структура наполнителей значительно продлевает срок ее службы. Цель национального проекта производительность труда – повышать производительность на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей. Прежде всего, за счет технологий бережного производства и роста квалифицированного персонала. Наша компания – это предприятие полного цикла. В этом цикле мы изготавливаем утеплители. Именно здесь начинается производственный процесс. Как вы видите, утеплитель состоит из волокна. Волокна все разные. Каждая из них приносит определенные характеристики в следующий цикл их волокно. Если мы хотим, чтобы волокно было полностью негорючим и использовалось пожарниками, используется волокно негорючее. Если гидрофорность нужна, то есть отталкивалась вода, используется другое тип волокно. Единственное, что используется во всех производствах – это легкоплав. Поскольку волокно у нас называется термоскрепленное, то есть все ворсинки соединяются между собой с помощью легкоплава, волокно, которое при запекании растворяется и соединяет все ворсинки. Это первый этап – смешение. В дальнейшем по конвейеру смешанная масса волокна переходит в вибробункер, и он позволяет еще в большей степени перемешать волокно. Поскольку производство на самом деле очень сложное, на качество продукции влияет и температура, и влажность, и скорость движения волокна, в вибробункере в смеску добавляется еще специальная жидкость, которая придает антистатичность вот этой всей массе, смачивает его. После того, как все тщательно перемешалось, это волокно попадает на чесальную машину. Чесальная машина – это большое количество, 36 волок, которые с очень-очень маленькими зазорами вращаются, волокно попадает в эти зазоры и распушается. Сейчас мы видим, что здесь достаточно такая пухлая масса, там оно превращается в легкий-легкий пух. После того, как все превратилось в пух, эта масса снимается двумя съемными барабанами. Это называется у нас ватка. Совсем тоненькая ватка, которая весит 10 грамм двумя потоками, идет на следующий узел переработки. Он называется раскладчик. Раскладчик забирает эту ватку, соединяет и слоями накладывает ее. В зависимости от того, сколько в слою раскладчик положил, меняется плотность материала. После того, как полотно разложено, оно достаточно пухлое, большое, но еще не скреплено ничем. Просто это смеска. Все полотно поступает в печь. Печь имеет длину 12 метров. Там при определенной температуре, температура тоже изменяется в зависимости от того, какой получится на выходе продукт. Полотно запекается, скрепляется. И мы получаем продукт, который уже можно, практически можно использовать для пошива одежды. Но этого тоже недостаточно, поскольку все ворсинки торчат во все стороны, они могут пробиваться через одежду. Для того, чтобы их пригладить, прижечь. Есть следующий узел, он называется каландр. То есть он в двух сторон запекает эти ворсинки и получается маленькая, тоненькая, нежная корочка. Теперь этот продукт готов для того, чтобы передать дальше переработку в швейные предприятия. Соответственно, после этого полотно охлаждается, наматывается в рулоны, вакуумируется и поступает на склад. В этом цехе находится следующий этап переработки нашего полного производственного цикла. Здесь расположены стегальные станки. Мы можем стяжить нитками, с помощью иголок. А также есть станки, которые термоскрепляют, то есть ультразвуком скрепляют утеплитель и ткани. Мы можем стяжить пирог до пяти слоев. Это разные ткани, разные прокладки и утеплитель. В последующем вот этот продукт, он используется либо для производства одежды, либо постельных принадлежностей. Могут использоваться для производства матрасов, на которых мы сетки, а также для мебели. Компания «РС-2 Групп» постоянно ведет разработку и внедрение новых материалов и технологий, удовлетворяющих и опережающих спрос потребителей. Именно этот подход позволил выстроить взаимовыгодное сотрудничество с более чем полутора тысячами партнеров в 40 регионах России и стран СНГ. Производство холдинга включает в себя три направления деятельности. Производство современных утеплителей и наполнителей для текстильных и мебельных отраслей, а также постельных принадлежностей с использованием собственных наполнителей. Наталья, одно из направлений программы – это помощь в выходе на экспорт компании. Насколько это актуально для вас и какая у вас география поставок продукции? Для нас этот вопрос очень актуальный и в программе «Экспортный акселератор» мы участвуем. Наши сотрудники обучились. Мы занимаемся разработкой проекта по выходу на европейские рынки. Наша продукция может быть очень востребована на этих рынках. И благодаря программе этой мы надеемся на положительный результат в достаточно сжатые сроки. Если говорить о поставках нашей продукции, они достаточно широкие. Мы работаем со многими предприятиями практически на всей территории России. Там, где находятся швейные фабрики, там обязательно есть наш утеплитель. Кроме того, мы очень активно сотрудничаем с предприятиями в странах СНГ. Мы работаем с Казахстаном, с Киргизией, с Узбекистаном. Первые поставки мы сделали на рынок Украины в этом году. Несмотря на то, что с наступлением коронавируса оффлайновые встречи, выставки приостановились, в предыдущие годы мы очень активно участвовали в международных выставках европейских, крупнейших, в которых представляли свою продукцию. Кто ваши потребители сегодня? В настоящий момент основными потребителями являются швейные фабрики. Эти фабрики шьют разнообразную одежду, шьют специальную одежду и форменную одежду. Мы оцениваем, что на рынке специальной и форменной одежды мы занимаем уже порядка 14%. Это наши конечные потребители, это люди, которые работают в Росгвардии, Минобороне, Роснефте. То есть мы очень активно работаем по госконтрактам. То есть это очень серьезные контракты с очень высоким требованием по качеству, по срокам, по многим техническим показателям. Вся наша продукция сертифицирована, она вся проходит специфические испытания, и без этого не может выйти на рынок. Кроме того, мы работаем также в сегменте повседневной одежды с нашими партнерами, одежды для активного отдыха, детской одежды. Сейчас эти сегменты рынка очень активно развиваются, потому что в предыдущие, скажем так, десятилетия шло активное замещение одежды из натуральных утеплителей на синтетические. Сейчас следующий этап идет. То есть обычный синтепон замещается на утеплители из микроволокон, более технологичные, легкие и комфортные. Отдельное направление, над которым мы очень активно работаем, это спорт. Это очень сложное, на самом деле, направление, потому что в спорте предъявляются очень серьезные требования к утеплителям. Да, мы уже представлены. И целый ряд горнолыжных костюмов, например, которые известны потребителю, уже шьются с нашим утеплителем. Наталья, а как у вас на производстве налажен процесс отслеживания качества? На производстве у нас есть система контроля качества. Каждая операция отслеживается отдельно. Кроме того, у нас есть собственная лаборатория. То есть основные физико-технические характеристики мы проверяем в своей лаборатории. Но, кроме того, для производства нашей продукции обязательно требуется испытание в сертифицированных лабораториях, которые находятся чаще всего в Москве. Все абсолютно наши утеплители проходят такую проверку по качеству и, в общем-то, поступают к нашим клиентам. Кроме того, поскольку, опять же, в государстве идет очень активная программа импортозамещения, то для основных госконтрактов и крупных корпораций требуется обязательное подтверждение происхождения продукции на территории Российской Федерации. Эти дополнительные испытания мы тоже проводим, и такое подтверждение у нас есть. Это вот то, что у вас же есть своя разработка, да? Вы сами разрабатываете продукцию, и все это подтверждено именно сертификатами, которые в федеральном уровне. Конечно. У нас большой круг конечных потребителей, и для каждого потребителя нужен какой-то особенный материал. И под этих потребителей мы такие материалы разрабатываем. Более того, они у нас патентуются, как и наша торговая марка запатентована. Мы очень активно участвуем в программах НИОКР. В этом году мы приобрели новую технологическую линию под новый продукт, который тоже будет запатентован. У нас разрабатывается ноу-хау, и в последующем, конечно, вся продукция проходит процедуру сертификации. Компания «ОС-2 Групп» вошла в перечень системообразующих предприятий регионального значения и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области. Продолжение следует... Продолжение следует...